АПЛОДИСМЕНТЫ А если правая рука чешется, здороваться, правильно. А если спина в самом низу, может не поздороваться. Вот у моего Шурина любимая примета. Если он где-то что-то приметил, обязательно стащит. Верная примета. Или вот, например, вот такая примета есть. Если вы на улице увидели Николая Валуева, который в смокинге с бабочкой и скрипкой в руках идет в музыкальную школу, значит, по всем приметам вам пора бросать пить. Или, например, если жена с утра с мужем чуткая, добрая, исполнительная, ласковая, это значит, что у ее мужа вечером зарплата. Ну, примет много, я их очень много знаю. Вот с одной я лично столкнулся. Ну, мы с женой едем в гости к Шурину. И на машине. Ну, у меня не совсем машина. У меня Жигули. Очень старая, но с хорошей памятью. Она помнит бензин по 40 копеек. Водку по 3,62. Очень хорошая машина, удобная. Меня, когда гаишники на ней видят, сразу отворачиваются. Но, правда, жену возить можно. Жену возить можно, но только свою. Чужие сами не хотят. Ну, мы опаздывали тогда к Шурину на юбилей. У него серебряный развод. От него 25-я жена ушла. И мы, чтобы сократить дорогу, решили через деревню проехать. Только повернули. И вдруг черная кошка раз в дорогу перебежала. Я по тормозам, жена орет. Но она у меня... Она всегда орет. Когда головой об стекло бьется. И кричит так, есть! Что встал, давай, есть! Я говорю, куда ехать? Черная кошка дорогу перебежала. Примета плохая. Твоя сестра может в гости на полгода заявиться. Она говорит, какая сестра? Я говорю, у которой аппетит хороший. Который ест круглые сутки с холодильником, морозильником. Жена говорит, есть! Я говорю, не поеду. Примета плохая. Вот такая же черная кошка мне дорогу перебежала. Когда я с тобой познакомился. Ну, я вышел из машины, потому что не могу сидеть, когда она меня все время царапает, щипает, кусает. Думаю, дай кого-нибудь уговарю проехать первым. Ну, вижу, мужик стоит на оке. Я к этому акаисту. Подхожу, 300 рублей даю. Я говорю, брат, проезжай первым, а тебе все равно терять нечего, ты и так на оке. Он так набычился, напрягся. Говорит, нет, я один раз на рынок ехал Мерседес покупать. Мне тоже черная кошка дорогу перебежала. И я вернулся на оке с мотором от пылесоса. Я говорю, ты что, дорогой, ака, ака лучше Мерседеса. И ты в ней так хорошо смотришься, как космонавт. В этом, ну в чем на землю опять приземлился. Он говорит, нет, я в машину не сам в аку сажусь. Меня жена пылесосом туда затягивает, отец вечером вытягивает. Если забыл вытянуть, я там ночую, как собака в будке до утра. Ну, короче, не поехал, смотрю, смотрю, похороны идут. Ну, люди все в черном, как положено, все веселые поют. Хорошо, все будет хорошо. Ну, думал, хорошо. Сейчас похороны проймут, и мы за ними поедем. Эти похороны, как про черную кошку услышали, стали как вкопанные. Я подхожу к ним, я говорю, а вы что устали? Вам-то чего терять, я говорю. Проходите спокойненько, спокойником. Я вам еще на поминки деньги немного дам. А мне мужик один выходит, гармонист. И говорит, извини, брат, я пока постою. Не хочу рисковать. Я не кого-нибудь хороню, а тещу любимую. Я, правда, говорит, брать приметы не верю, но вдруг она оживет и встанет, как в соседней деревне, три случая было. Так что ради, говорит, любимой тещи я здесь до утра постою. Тут из джипа какой-то мужик выходит и просит, чтобы я за сто долларов первый проехал. Он говорит, я сам не могу ехать. Мне тоже, говорит, черная кошка дорогу перебежала, а ночью жена из командировки вернулась. А он был не один. С ним двенадцать девочек. Представляешь, двенадцать девочек. Он рассказывает, а у него пол лица, как холодец на нервах. А он говорит, жена смотрит на нас, а мы в бассейне все без купальников. Она что-то хочет сказать, а изо рта огонь. И она, говорит, пальцем вот так показывает на девочек. Я говорю, жена, мамой клянусь, не поверишь, меня назначили тренером по синхронной плаванию. Видишь, он работу на дом взял. Включи музыку, дорогая. И помню, говорит он, вот я это сказал, и все. Больше ничего не помню. Очнулся в реанимации с переломом всего того, что можно было вам не сломать. А в ухе воткнут вандус для прочистки ванн. А мужик на тракторе сидел, говорит, это ерунда. У меня брат с рыбалки с русалкой приехал. До сих пор себя прийти не может. Ну, короче, стоим мы там. Думали так, до ночи простоим. И вдруг смотрим, свадьба едет. Ну, все веселые, поют, выпивают. Они как про черную кошку услышали. Сразу проехали мимо. Молодые правильно сказали, что нам, говорит, кошка. У нас ведь любовь. А любовь, она ничего не боится. Я сел за руль, обнял свою жену, поцеловал. Мы нашу свадьбу вспомнили и вроде как бы вновь друг в друга влюбились. А молодым мы пожелали счастья, любви и взаимопонимания, чего и всем вам, друзья мои, я желаю. Спасибо. 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 Спасибо.